В тренажерном зале уже стоит инвентарь. Встречать спортсменов готов и сквадром. В одном помещении с ним гости также смогут поиграть в баскетбол. Жемчужина фока, 25-метровый бассейн наполнен водой. Осталось доукомплектовать еще несколько площадок, и амфибия, наконец, распорхнет свои двери для всех любителей активного образа жизни. Добираться до комплекса жители будут с комфортом. Помогаем по сетям. Нам надо сейчас еще... Нормально здесь все-таки... Водоподведение было нормальное. Раз, два. Здесь мы уже торговали, здесь как бы куароподходы, подъезды, как мы с этой стороны тоже делаем. Вот здесь все... Мы ведем красоту с городом. Гаражи все покрасим, все это сделаем, чтобы было здесь симпатично, чтобы все было хорошо. И три. Велодорожку с башнефтью прорабатываем. У нас же велодорожки все-таки в городе присутствуют, и мы по этому пути идем. Мы вот эту велодорожку отсюда хотим. В городе... Нет, здорово. Здесь бывает не дороже. В первую половину дня дети будут заниматься в амфибии бесплатно, а вечером ФОКС могут посетить жители всех возрастов, но за определенную плату. Проект реализовали на условиях государственно-частного партнерства. Инвестором выступила компания «Нефтегазстрой». На площадке работали все мастера права, начальник участка, инженер ПТО. Все молодцом, все спасибо им. Все, они прекрасно отработали. А так полтора года, а то есть год и четыре месяца прошло, даже меньше, наверное. Объект насыщен интересными моментами, неувязкие какие-то моменты. Быстро отработали проектный институт. Хорошо, спасибо им за хорошее взаимодействие. В подобном формате муниципалитеты и бизнес сотрудничают не первый год. В республике реализовано уже шесть таких проектов, но нефтекамский ФОК – самый масштабный из них. Министр спорта отметил, что именно благодаря партнерству в городах Башкирии удается построить комфортные современные площадки. Чем хороша форма именно МЧП, ГЧП? То, что, во-первых, мы построим объект для населения, и, во-вторых, полностью снимем содержание с бюджетной нагрузки муниципалитета и республики. Что очень важно, потому что в среднем, в зависимости от самого объекта, содержание в год обходится от 15 до 30 миллионов рублей. Это как минимум. А еще содержание спортивной школы, тренерского состава. И, конечно, это, безусловно, очень большой плюс. Общая площадь ФОКа свыше 4000 квадратных метров. На объект затратили порядка 120 миллионов рублей. 74 из них вложил инвестор. Остальные средства поступили из республиканского бюджета.